С 2001 года на территории Вологодской области у нас проходит конкурс «Призывник года» на призыв памяти нашего земляка, героя России Сергея Применина. В этом году конкурс мы проводим с 3 по 5 апреля. Конкурс проводится на базе нашего замечательного Черпевецкого высшего военноучилища радиоэлектроники. В нем принимают участие ребята из 26 районов и двух городов. Он вызывает большой интерес у нашей молодежи. Ребята гордятся участием в данном конкурсе и, конечно, все стремятся победить. Что мы им пожелали сегодня на открытии, я думаю, что почествуем, поприветствуем победителей данного конкурса уже 5 апреля на площадке военноучилища. Конкурс проводится правительством Вологодской области, в частности Департаментом внутренней политики. Конкурс направлен на то, чтобы наша молодежь сформировала у себя нормальное, хорошее представление о службе в рядах вооруженных сил. Еще одной из задач конкурса является помочь ребятам, которые хотят связать свою дальнейшую жизнь, судьбу со службой в вооруженных силах, поступить в военноучилище. Этих ребят мы в ходе конкурса выявляем, обучаем и в дальнейшем помогаем реализовать свою мечту. Также на примере подвига нашего земляка Сергея Примеина мы показываем ребятам уважительное отношение к военнослужащим и вообще к армии нашей страны. В принципе конкурс будет отличаться только тем, что мы проводим его не на одной базе, как это было обычно, брали какое-то муниципальное образование, на базе него проводили. Сейчас он будет проходить на территории двух муниципальных образований, города Вологды и города Череповца. Ну и за основу мы взяли Череповецкое училище и воинскую часть, которая ссоциируется в Череповце, скажем батальон обеспечения Череповецкого училища. Дети будут проживать на территории воинской части и основные два дня соревнований пройдут именно на территории Череповецкого училища и воинской части. То есть призывники, скажем, побудут в условиях воинской части, познакомятся с бытом. Ну и ряд мероприятий, которые, скажем, основные, это строевая подготовка, огневая подготовка, физическая подготовка, патриотическое воспитание, история, они будут проходить именно на территории Череповецкого училища радиоэлектроники. Субтитры создавал DimaTorzok